Прокурор города Кунгурат, Республики Узбекистан, Давлад Элмурадов, запросил пять лет и один день дополнительного срока для обвиняемого отсидевшего 18 лет тюремного заключения в одной из самых жестоких тюрем Узбекистана, Жаслик. У осужденного по религиозным мотивам Саида Хрора Атахуджаева 23 апреля истекал срок заключения, и он должен был выйти на свободу. Но приехавшим родственникам так и не удалось встретить его в этот день. Администрация тюрьмы сообщила о возбуждении нового уголовного дела по отношению к Саида Хрору Атахуджаеву за день до окончания его срока по статье 221 «Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. И что 30 апреля состоится суд. «После выступления прокурора я с большим усилием сдерживала свои слезы. Еще пять лет за несовершенные действия. Мы всей семьей ожидали его освобождения во время сегодняшнего процесса прямо из зала суда. Я в недоумении, где найти денег еще на одну поездку для адвоката. Он каждый раз приезжает из столицы, и это обходится для нас недешево», — рассказала в беседе с узбекской службой радио Би-Би-Си супруга Суждинова. Между тем, адвокат обвиняемого полностью доказал необоснованность предъявленных обвинений и лживость выступавших в качестве свидетелей работников тюрьмы. Судья Тимирнияс Абиньязов объявил вынесение окончательного приговора 12 июня. Отметим, что статья 221 Уголовного кодекса часто использовалась узбекскими властями при прежнем режиме для фабрикации нового уголовного дела против неугодных заключенных из числа представителей гражданского общества и узников совести для продления их сроков лишения свободы и их дальнейшей изоляции от общества. Саида Хрора 84-летний ослепший Кумрихон Атахуджаевы к Шавкату Мирзияеву с просьбой разобраться в этом деле, после чего судебный процесс был отложен на неопределенный срок. Но все же 5 июня суд состоялся.